Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Пятерым участникам беспорядков в аэропорту Дагестана вынесли приговор. Какой? Смотрите через минуту. Татьяна Беляева освобождена от должности министра здравоохранения Дагестана. Кто теперь займет это место, расскажем в выпуске. Новый учебный год. Хлопоты и траты. Благотворительный фонд Инсан в очередной раз организовал акцию «Собери детей в школу». Интенсивные тренировки, здоровое питание и правильный режим. В Монцикольском районе проходят тренировочные сборы по грэпплингу. Подробнее в спортивном блоге. Пятерым участникам беспорядков в аэропорту Дагестана вынесли приговор. Армавирский суд каждого из них признал виновным в совершении преступления по статье массовых беспорядков. Один из них осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Подсудимым назначен приговор в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Участники же погрома свою вину не признали. Татьяна Беляева освобождена от должности министра здравоохранения Дагестана. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов. Напомним, что этот пост она занималась с декабря 2020 года. Теперь в Рио Минздрава назначен Ярослав Глазов. МВД по Дагестану сообщает, что в республике с начала года совершено около 900 ДТП. В них погибли 169 человек и более 1200 пострадали. Причиной высокой аварийности является несоблюдение элементарных требований безопасности и низкая культура поведения на дорогах, отметили в правительстве. Наиболее сложная ситуация на федеральных магистралях. На них зарегистрировано более трети от всех ДТП в республике и почти половина от общего числа погибших. Только за прошлый месяц в Дагестане совершено 27 аварий с участием несовершеннолетних. На самом деле у нас смертность на дорогах, количество погибших растет. Но есть там относительные улучшения по сравнению с предыдущими годами. Но в любом случае наша комиссия, она не просто так создана, а деятельность этой комиссии должна быть какая-то польза. Более 500 водителей привлекли к административной ответственности на дорогах Дагестана и все это за прошедшие сутки. Нарушения касались правил остановки и стоянки транспортных средств. Отметим, что 290 водителей зафиксировали с помощью камер в автоматическом режиме. Дагестанцы неохотно платят за услугу по вывозу мусора. Об этом сообщает Минприрода республики. Сегодня в регионе общий процент сбора платежей составляет около 30%. По данным ведомства, действующие тарифы не менялись вот уже три года и считаются одними из самых низких в стране. Отметим, что после мусорного коллапса действуют временные операторы по вывозу ТКО в Махачкале и Дербенте. В Махачкале суд признал незаконным строение по улице Производственной 50. В здании площадью около 500 квадратных метров было возведено без разрешительных документов. Администрация города обратилась иском после жалоб местных жителей. Суд постановил снести объект за счет застройщика. И к другим темам. В этом году в Дагестане увеличилось число пассажиров на железной дороге. За 7 месяцев в республике перевезли свыше 900 тысяч человек. Для сравнения, в Ставропольском крае показатель превысил 3 миллиона пассажиров. А в Кабардино-Балкарии составил всего 16 тысяч. Лидером по пригородным перевозкам стал Краснодарский край. Там с января по июль поезда перевезли 12 миллионов человек. Об этом сообщает Северокавказская железная дорога. Продукты по низким ценам. В эту субботу на улице Пушкина в Махачкале состоится республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры напрямую представят свои товары жителям и гостям столицы. Свежие фрукты, овощи и многое другое. Посетить выставку приглашает Министерство сельского хозяйства региона. Поддержать тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Благотворительный фонд «Инсам» в очередной раз организовал акцию «Собери детей в школу». Тысячи малообеспеченных семей получили необходимую помощь. В этом году фонд охватил как можно больше школьников и организовал для них мероприятия. Подробнее в сюжете – Камара Сомедовой. Новый учебный год – это время радостных ожиданий. С каждым разом подготовка детей к школе требует все больше затрат. И не все семьи могут обеспечить своих детей необходимым. В такие моменты на помощь приходит благотворительный фонд «Инсам». Мы сократили немножко наборы, но охватили побольше семей, чтобы наши подопечные, все злоидиного, я не могу сказать, но чтобы основная масса подопечных получила школьный набор. И основная цель – это облегчить. Мы не можем решить все проблемы родителей, но мы можем максимально облегчить им это. Семья Юлии Морави также приняла участие в этой акции. У нее трое детей, и фонд уже не раз оказывал ей помощь. Сегодня ее средний сын получил портфель с канцелярскими принадлежностями. Я очень благодарна этому фонду. Нас пригласили сегодня, мой сын идет в первый класс. Я очень благодарна, что он здесь находится. Ему вручили приятный подарок, который мы ждали. На торжественном мероприятии присутствовали спортсмены, общественники, а также религиозные деятели. Они отметили, что подобные акции значимы для нуждающихся семей. В сегодняшний день, в преддверии учебного года, благотворительный фонд «Инсан» уделяет особое внимание на образование этих детей с ограниченных возможных семей. Это мотивирует остальных людей тоже. Акция проводится ежегодно по всему Дагестану. И в этом году по Махачкале фонд охватил около 300 семей. Тамара Самедва, Шамиль Хирея Сулаев. Новости ННТ Махачкала. И к новостям спорта. Интенсивные тренировки, здоровое питание и правильный режим отдыха и сна. В Унцукульском районе проходят тренировочные сборы по грэплингу от клуба «Юниверсал Файтерс». Перенять опыт у признанных мастеров борьбы в село Унцукуль приехали гости из разных уголков России и стран СНГ. Всего около 80 человек. Готовятся они к ответственным стартам. С каким настроем тренируются грэплиры, узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. Назад и этой коленкой вниз давали. Понимаете? Не поднимайте ногу так. Ногу подняли, здесь у него пространство. Небольшие спортивные хитрости, тактические уловки и эффективные приемы. Такими секретами могут поделиться только настоящие мастера. Клуб «Юниверсал Файтерс» проводит ежегодные сборы в горах Дагестана. Уровень своего мастерства в селе Унцукуль повышает около 80 спортсменов. Мы уже в 2016 году проводим ежегодные сборы в горах. Изначально собирались только взрослые ребята. Но в последние годы, так как грэплинг сильно развивается, и молодежь самих хотела, мы создали две группы. Это молодежная до 15 лет и взрослая. Мы хоть и здесь тренеры, но мы также от приезжих ребят, молодых, потому что грэплинг, он один из молодых, развивающих спорт. И каждый молодой парень, который приезжает, он с нами делится своими фишками, потому что здесь настолько разнообразная техника, что любой парень может как бы то, что он хорошо делает, он может даже опытного научить. Так что в этом плане это обмен опытом очень колоссальный. Егор Игнатов из Томска приезжает в нашу республику во второй раз. Сейчас чемпион России по джиу-джитсу готовится к международному турниру AGP Grand Slam. Признается, двухнедельные тренировки в Дагестане – это хорошая возможность повысить свои навыки и физподготовку. База находится на высоте 850 метров над уровнем моря. Постоянно боремся с дагестанцами, с кавказцами в соревнованиях. И это всегда очень тяжелые схватки. В принципе, Кавказ, Дагестан, они известны своими борцами. Поэтому я точно не жалею о том, что я сюда приезжаю и получаю хорошую подготовку, хорошие схватки, которые заставляют выкладываться за 100%. То есть в Томске не вся такое получается. Да, уровень борьбы все равно чуть ниже. Как бы понятно, что не пятизвездочный отель, но все круто. То есть как бы питание хорошее, белок, углеводы, все нормально. Чуть вес гоняем, то есть самое то. Немного такие аскетичные условия. Для спортсмена перед соревнованиями это важно. То есть как бы... В французские, да? Конечно, да. Чтобы маленько свой разум настроить, меньше телефона, больше свежего воздуха, какие-то зарядки по утрам. В общем, как бы я доволен. То есть как бы здесь не должно быть какого-то расслабона полного, да. То есть должно быть все собрано. Зарядка и две интенсивные тренировки в день. В распоряжении грэпплеров, помимо спортзала, футбольная площадка. Здесь в основном проходят игровые занятия и проводится дополнительная работа на выносливость. В целом у нас программа утренняя зарядка, у нас 7 часов. После зарядки завтрак, потом перерыв, утренняя тренировка, отдых и вечерняя тренировка у них. И отбой 10 часов. В первую очередь у нас здесь горный свежий воздух, у нас питание. Здесь свое бывает, у них все домашнее. Вот это акцент на это делаем. И много количества разных ребят, все можно опытом поделиться. Грэпплеры из Владивостока, Екатеринбурга, Томска и Камчатского края, а также из Армении, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Каждый из приезжих спортсменов понимает условий для профессионального роста лучше, чем в горах Дагестана им сейчас не найти. Меня зовут Никита, мне 12 лет. Я из города Петропавловск-Камчатский. Приехал в Дагестан второй раз. Первый год я приезжал подтянуть борьбу, а в этом году приехал тоже подтянуть борьбу, но в горы. Потому что в горах сильнее люди и сборы лучше. Еще один участник сбора – обладатель черного пояса Сурен Хурдаян. Спортсмену из Еревана 40 лет. В столице Армении он совмещает работу тренера с выступлениями на ковре. В октябре планирует побороться на чемпионате мира в Казахстане. В Дагестане, я даже не знаю, я уже был много раз, но именно с этой командой, Universal Fighters впервые, ну, было такое намерение чуть набрать форму, потому что, когда ты тренируешь, ты не имеешь возможности сам тренироваться, а форму поддерживать нужно. Я очень доволен, что приехал. Очень гостеприимно все. Уровень отличный, тренера тоже дают возможность с ними поработать. Отлично, да, я как бы, как раз это то, что мне было нужно. Мне нужен был как раз, ну, высокий уровень оппозиции, чтобы я мог чуть тоже, да, продышаться, так сказать. Так что я очень доволен. Кроме тренировок, спортсмены в дни отдыха успели посетить и достопримечательности региона. Сборы в Унцукульском районе продлятся до конца этой недели. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Унцукульский район. На этом я с вами прощаюсь. Если для вас в студии работала была Ахмедова, смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире.